За мордовские хиджабы поборются в Европе. Рисунок к статье. Вопрос о ношении исламских платков в учебных заведениях РФ может выйти на европейский уровень. Фото. Фотоэкспресс.ру Верховный суд РФ вчера оставил в силе запрет на ношение хиджабов в средних учебных заведениях Мордовии. Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России, Думэры, Дамир Мухеддинов заявил НГ, что его единоверцам могут обратиться в европейские правовые инстанции, чтобы оспорить это решение. Мухдей подчеркнул, что верующие оскорблены, но заверил, что их протест не выйдет за рамки закона. Вердикт Верховного суда закрепил положение дел, при котором ношение хиджабов имеет различный правовой статус в зависимости от региона России. В Татарстане исламские платки разрешены, в Чечне стали частью обязательного дресс-кода. По словам Мухеддинова, решение Верховного суда в отношении Мордовии вызывает у мусульман непонимание. Первый заместитель главы Думэрф Дамир Гизатуллин заявил НГ, что его единоверцы намерены бороться за отмену вердикта в той мере, в какой это позволяет закон. Решение Верховного суда Муфтия характеризовал как жесткое. Ношение хиджабов – часть наших традиций, оно связано с суровым климатом, минус считает Гизатуллин. За неделю до вынесения вердикта в борьбу за право ношения платков включился председатель Думэрф Равиль Гайнутдин. Исламский лидер направил обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом вернуть религиозные головные уборы в мордовские школы. Глава государства так и не ответил Гайнутдину, как считает исламовед Роман Силантеев, реакции уже не последует. По мнению исследователя, в ближайшем будущем дело о мордовских хиджабах может обернуться провокацией, в результате которой Россию будут выставлять в качестве врага мусульман. Все началось с некорректных действий исламских лидеров в Мордовии, которые повели разговор с местными чиновниками в ультимативной форме. У тех, кто занялся продвижением хиджабов в школы, крайне скверная репутация. И когда люди, которые воспринимаются как сочувствующие исламским экстремистам, преступникам, начинают педалировать вопрос платка в школах, это выглядит не как защита прав, а как вызов, минус полагает эксперт. По мнению Силантеева, мусульманскому сообществу не следовало доводить дело до Верховного суда, надо было решить вопрос на компромиссной основе. Теперь же, после вынесения вердикта, запрет на ношение хиджабов может распространиться на вузы Мордовии и учебные заведения других регионов. Глава отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦМП протоиерей Всеволод Чеплин рассказал Инге, что ему понятна позиция мусульман, обусловленная требованиями, которые ими воспринимаются как исходящие от Бога. Священнослужитель заявил о необходимости отбросить идолсветскости. Верующие не призывают запретить женщинам, хотя и могли бы, появляться в общественных местах без головных уборов. Думаю, что и обратное требование также выглядит как игнорирование реальности, минус говорит Чеплин. Православный публицист протодиакон Андрей Кураев сказал Инге, что не исключает вмешательство Владимира Путина в спорах и джабах. Может быть, выйдет так, что глава государства протестует решение суда, чтобы стяжать славу защитника мусульман. С решением Верховного суда он, как и Чеплин, не согласен. Напомним, что споры о допустимости ношения хиджабов затронули учебные заведения Москвы. Осенью 2014 года вопрос о запрете исламских платков активно обсуждался руководством Мединститута им. Тогда было решено, что вместо хиджаба студентки будут носить медицинскую шапочку и элемент одежды такого же цвета – шарф, платок или высокий ворот, покрывающий шею.